С компьютерным железом всегда было связано много мифов, часть из них действительно в некоторых случаях имеет смысл, но хватает и укоренившихся, типа чем тяжелее блок питания, тем он лучше, или чем больше видеопамять, тем быстрее видеокарта. И как вы уже могли понять из названия, в сегодняшнем видеоролике мы как раз таки и будем разбираться с подобными мифами, связанными напрямую с процессорами. Чем больше частота, тем быстрее процессор. Этот миф уходит корнями в 90-е, когда многие пользователи, дабы не разбираться в непонятных Intel 386, 486 или Pentium, просто смотрели на частоту. Если у какого-то процессора она была выше, то он тогда действительно оказывался быстрее. Однако сейчас это в общем и целом совершенно неверно. Процессоры могут иметь различные архитектуры с абсолютно разной производительностью на Гц. Поэтому какой-нибудь Apple A7 с частотой в 1,3 ГГц оказывается на уровне Snapdragon 800 с частотой в 2,2 ГГц. И в этом нет ничего странного. Но если речь идет о процессорах одного поколения и одной линейки, то в целом это так и работает. Какой-нибудь i5-8400 с частотой в 2,8 ГГц действительно чуточку медленней i5-8500 с частотой в 3 ГГц. Даже при том, что разница всего-то в 200 МГц. От разгона процессоры сгорают. Стоит различать программные и технические параметры процессора. Таким образом, частота это чисто программный параметр. К примеру, для энергосбережения она может снижаться до сотен МГц. А при сильной нагрузке, наоборот, взлетать до нескольких ГГц. Поэтому банальное увеличение частоты никак не может навредить. Максимум вы получите нестабильную работу процессора, но сжечь его таким способом просто невозможно. Совсем другое дело напряжение. Это как раз таки технический параметр. С одной стороны, чем выше напряжение, тем более высокие частоты становятся доступны процессору. Но с другой стороны, у каждого братца есть свой безопасный диапазон напряжения. И при выходе из него, есть совсем немалый шанс обеспечить себе поход в магазин за новым CPU. Высокие температуры быстро убивают процессор. Есть мнение, что работая при температурах близких к максимальным, процессор проживет меньше. С физической точки зрения, смысл в этом есть. При высоких температурах, деградация кремниевого кристалла идет быстрее. Но тут есть два важных замечания. Первое. Критические температуры, которые указывают производители, берутся с хорошим запасом. Зачастую в пару десятков градусов. И чтобы вы их покорили, нужно очень захотеть. Ну а второе. Срок жизни кремниевого кристалла. Это многие десятилетия. Например, сейчас хватает самолетов начала 90-х годов. Центральный процессор, или же мозг которых, это Intel 386. И они отлично работают, при том, что отживают третий десяток. Поэтому незначительное уменьшение срока жизни при нагреве, вы гарантированно не заметите. Ведь смена процессора произойдет гораздо раньше. А вот что действительно может заставить деградировать процессор, так это повышение напряжения до близких к критическим. В таком случае негативные эффекты можно увидеть уже спустя год. Процессор будет не способен нормально работать на той частоте, с которой не было проблем при покупке. И придется ее снижать. Архитектура ARM лучше X86. В последнее время ведутся разговоры о том, что ARM архитектура лучше X86. И скоро будет массовый переход компьютеров на новую архитектуру. Тут следует понимать, что нет такого понятия, как хорошая или плохая архитектура. Есть понятие хороший или плохой процессор. И на самом деле сравнение ARM и X86 выглядит как сравнение атомного реактора и двигателя внутреннего сгорания. Вроде бы и тот и тот берут на входе топливо и дают на выходе энергию, но делают это абсолютно разными способами. И чтобы сравнивать их производительность и эффективность, нужно уже брать конкретных представителей и сравнивать их между собой. Аналогично и с архитектурами. Имеет смысл брать представителей каждой и сравнивать, после чего делать какие-то выводы. Возможно какой-то действительно получается быстрее или энергоэффективней. Если бы все было так просто, мы бы уже давно все пересели на ARM архитектуру. Чем больше ядер у процессора, тем лучше. Казалось бы, это логично. Больше ядер, значит и выше производительность. Но на практике все же зависит от конкретной задачи. К примеру, игры до сих пор не умеют толком работать больше, чем с 8-12 потоками. И может получиться так, что топовый 32-ядерный Threadripper будет показывать лучшую производительность, если отключить у него половину ядер. Так что выбирать процессор нужно не по количеству ядер, а по возможности программ, в которых вы работаете. К примеру, Photoshop до сих пор выдает куда лучше результат при парочке быстрых ядер. И таких вот наглядных случаев десяток. Многие онлайн игры, к примеру, те же танки, до сих пор рассчитаны под двухъядерные процессоры. Так что, по крайней мере, на сегодняшний день нет смысла задумываться о процессоре более чем на 8 ядер. А в лучшем случае, особенно если вы берете что-то под игры, остановиться на 4. И прежде чем перейти к следующему мифу, я бы хотел порекомендовать вам подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. А также нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Ведь мы все чаще и чаще стараемся вас радовать уникальным и интересным контентом. Все эти Xeon с Алиэкспресс, головная боль и танцы с бубнами. В последние несколько лет популярность процессоров с китайских торговых площадок выросла в разы, как и цены на них. Причина в этом проста. Сервера переводят на более новое железо, а старое, отработавшее 5-7 лет, списывают и продают за копейки. И с большим удовольствием его скупают китайцы. В итоге, зачастую от 500 до 2000 рублей, например на Алиэкспресс, можно купить топовый процессор для своего сокета, аналог которого может стоить в разы дороже. Основная критика идет из-за того, что с 775 сокетом и Xeon 5450 или же его аналогами, с которых все и начиналось, действительно есть некоторые проблемы. Нужно перепрашивать BIOS и не все материнки совместимы с ними. Но если брать, например, новые процессоры и сокеты, ну относительно новые, к примеру Xeon X3440 под 1156 сокет, то тут проблем нет от слова совсем. Потому что поддержка серверных CPU уже есть в BIOS материнских плат. И вам всего-то достаточно заменить старый процессор на новый. И все заработает без каких-либо танцев с бубнами. Такая же история и с сокетом 2011. И даже с 1366 все относительно просто. Поэтому нет смысла переживать по поводу Xeon с AliExpress. Зачастую это вполне хорошее бюджетное решение. Если процессор не раскрывает видеокарту, то это плохой процессор. Секта раскрывателей образовалась всего несколько лет назад, когда с выходом PlayStation 4 и Xbox One создатели сильно увеличили требования к процессору. Что же проповедует эта секта? Если процессор не может нагрузить видеокарту на 100%, то значит вы или зря заплатили за такую мощную видеокарту, или зря сэкономили на процессоре. Почему же вообще это происходит? Процессор в игре отвечает за подготовку кадров для видеокарты, физику, искусственный интеллект и все остальное. Соответственно, он может подготовить определенное количество кадров в секунду. К примеру, 50. Видеокарта тоже может обработать и вывести на экран определенное количество кадров. И если их больше 50 в секунду, она некоторое время будет простаивать. А процессор при этом молотить на 100%. Если меньше 50, наоборот, видеокарта будет работать на 100%, а процессор будет временами отдыхать. Причем следует понимать, что и топовые процессоры тоже могут подготовить не больше определенного количества кадров в секунду. Просто в их случае эти цифры могут быть больше 100, а то и 200. С учетом того, что их зачастую ставят с топовыми видеокартами и ультра настройками графики, то обычно упор идет именно в GPU. Но если вы искусственно возьмете и снизите разрешение до HD, а настройки до минимальных, то можно будет увидеть, как какой-нибудь i9-9900K будет работать на 100%, а GTX 1060 наоборот прохлаждаться. Отсюда можно сделать легкий и понятный вывод. От процессора зависимости можно всегда легко избавиться. Видеокарта прохлаждается, поднимите настройки графики, увеличьте разрешение, в итоге вы получите более красивую картинку с ровно такой же производительностью. Разумеется, мы не рассматриваем случаи, когда процессор тянет игру еле-еле в 15 FPS. Даже в таком случае зачастую можно будет полностью нагрузить видеокарту, но вот играть все равно будет неприятно. Хотя и конечно красиво. 100% нагрузка на процессор убивает его быстрее. Не самый частый миф, обычно приводится аналогия с техникой, которая при работе на максимум изнашивается и ломается быстрее. Но вот в процессоре нет механических частей, а деградация при нормальных условиях работы, процесс крайне-крайне медленный. И вы гораздо раньше купите себе новый ПК. Водяное охлаждение процессора лучше воздушного. С точки зрения физики все верно. Вода или большая часть жидкостей, куда лучший проводник тепла, чем воздух. Однако следует понимать, что на рынке существует множество так называемых суперкулеров, способных отвести и 200, и 250 Вт от процессора, чего с головой хватит для 99% пользователей ПК. Причем стоят они зачастую дешевле систем водяного охлаждения с такими же возможностями. Так что брать СВО имеет смысл только в двух случаях. Или у вас в компактном корпусе стоит мощный процессор, и суперкулера в него просто не помещаются. Или же у вас разогнанный под 4,5 ГГц топовый 32-ядерный AMD Threadripper, потребляющий более 400 Вт. Во всех же других случаях водянка обычно становится пустой тратой денег и возможными проблемами в будущем. Так что конкретно на сегодняшний день, только если вы хотите компактный и симпатичный компьютер с действительно мощным процессором внутри и хорошей видеокартой, можно и туда и туда поставить водяной блок. Спецификации процессора на сайте производителя, правда, в последней инстанции. Следует понимать, что очень многое на сайте производителя пишется с элементами маркетинга. Откровенной лжи, конечно же, не будет, но вот недоговорок может быть много. Так, например, для нового i9-9900K указан теплопакет в 95 Вт. Но вот на практике, даже без разгона на максимальной частоте турбобуста он может потреблять аж до 200, то есть вдвое больше. Казалось бы, Intel врет? Ничуть. При родных 3,6 ГГц процессор действительно укладывается в 95 Вт. А вот турбобуст это же функция не обязательная. Отсюда и получаются такие нюансы. Поэтому лучше смотреть реальную производительность и тепловыделение в обзорах. Желательно абсолютно неподкупных и непредвзятых. Что, конечно, уже сложнее, но при желании вполне возможно найти. Как вы видите, мифов о процессорах хватает. Знаете какой-нибудь еще? Конечно же, пишите в комментариях. А также, само собой, со временем на канале Мой Компьютер будут мифы и о видеокартах, и обо всех остальных устройствах. Если вы хотите ускорить их появление, то обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, рассказывайте о данном видеоролике своим друзьям в соцсетях. Удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok